Все так, пещенники, епископы мне вопросы задают, а я это все в патриарху переслал, Кириллу. А где вы возьмете учителей? У нас преподавать некому. Я знаю, где клад, а вы не знаете. Но теперь я патриарх, я заставлю вас подчиняться. И где? Я буду брать самых хороших проповедников у баптистов. Но все подпишут, что нигде православную догматику дают обещание не задевать, ни Божью Матерь, ни иконы. Только любить Слово Божие и любить Христа. Два вопроса они будут преподавать. Температуру в стране можно изменить в течение одного года. Вот теперь училища открыты. А теперь что дальше нужно сделать? А дальше беремся за священников. До 30-летнего возраста положено запретить служение до уреченных лет. Пока не исполнится. Уже не по полной программе. Пока не исполнится. У нас приехал ярмонах, он наше общение было там. А ему 25, он 5 лет сидит, ну, до работы, на компьютере, но никто у него не благословляется. Мы согласно канонам живем. Я канонам отдаю 3 года, учитывая напряженные работы. Я их перевожу на русский язык, составляю на них симфонию, на каноны. И нахожу, что сегодня, я спрашиваю, допустим, вот сидят епископы, у меня несколько, епископы даже было. Скажите, сколько правил, которые действуют? Ни один не может ответить. Ни одна академия, никто не ответит. Даже Осипов не знает. Сколько? А нужно знать, какие нарушаются. Я отвечаю, 989 правил с правилами Устиниана. А без них сегодня 719. Из них 413 ежедневно, умышленно нарушаются. Это 57%. Когда я сказал такую статистику, где печатают, так дайте скорее нам данные напечатать. Я показываю, какое правило в каждом соборе. Я этим занимался, со священниками беседовал и нашел. Это торговля в храме, когда она запрещена Богом. Господь дважды парол выгонял. А у нас же там же валов продают, а мы-то свечки. Да в Аллах было готово, в сказанном Слове Божьем о свечках ни слова. Мы совсем окупели. Не понимаю даже, о чем говорят. А где? Каноны гласят. Даже в церковной ограде Гангфский собор говорит, чтобы торговли не было. Но торговать-то нужно что-то. Вот там и торгуйте, где вам надо. Торжники нашлись. Господь первый раз, когда изгоняет из храма, говорит, дом мой сделали, домом торговли. А второй раз перед, это уже понедельник, когда выгоняют, на старостной неделе. Он говорит, дом мой сделали вертепом разбойников. Вертеп это значит жилище, ну где вся их малина, там где они собираются, где делят добычу. И это названо не что-то, а храм. А за счет чего же надо в церкви существовать? Вопрос. Вот задавай почаще. Господь усмотрел это. И ливийную колену, когда делил Израиль землю, 12 колен, а разделили на 11. Все обрабатывать будут землю, а ливийное колено не должно обрабатывать. Оно должно обрабатывать души людей. А все дадут ему десятину с прибытков. Сколько собрала? Пять мешков картошки. Сколько? Пол мешка отдай. Десятина принадлежит священству. Но теперь получается 11 колен отдали священникам. У него 11 частей-то, а у всех осталось по 9. А священнику и говорится, а ты десятину теперь посвяти Богу. Все предусмотрено. Вот у нас по Теревяевке, у нас с батюшкой, у нас все бесплатно делается. Но десятину платится и все. А десятину, 10 человек в священниках уже прокормили. Десятина Богом установлена. И Господь говорит, проклятием вы прокляты, что не платите десятину. Кто же будет десятину платить батюшкам? Кто же батюшкам будет десятину платить? Прихожане, которые знают. Но батюшки, наши прихожане уехали в Грецию. И она там сразу пришла. И отец Григорий, я десятину принесла. Он говорит, что такое? Он не знает. А когда он разузнал, он вот так вот, не вздумай, давай, не возьмет. Ему десятина от какой-то одной, да вы, что она значит? Когда он освещает, он другое, он сто раз больше получает торговлей. Свечки, вот когда исповедуется, много исповедников. Вот у нас в корзине приносят, ставят. Маленько там полежали, теперь опять на продажу. И несколько раз одеть те же свечи. Это не в Росту. Свечи вот настолько не догорают, гасит. У нас в уставе написано, свечка должна догореть и погаснуть. Почему? Все сожжения жертвы, Библия говорит. Ты же каждый день читаешь, помилуй меня Божие, 50-й целом. Все сожжения, все сожжения. Ну, понимаешь, что такое? Это не половина. Оно догорело и погасло. Мы ничего не делали. Мы просто вернулись к апостольским временам. И у нас торговли нет. Мы воску закупили сколько надо. Чисто живущие вдовы там лели свечи, положили пачкой, они пахнут ароматным медом. И батюшка сколько надо ставит свечи. У нас все время свечи горят. А торговли нету. У нас торговли вообще нет. И вот налоговая служба вызвала меня, я староста. Ну и деньги им нужны. Ну что торгуют у нас нету? А закрещение у нас бесплатно. Они из кабинета в кабинет забегали. Ну вы же православные. Опять каноны там свои там смотрят. Мы православные, у нас торговля. У нас деньги вообще не появляются. У нас деньги где бывает? Вот нужно собрать роженица, собрать деньги, купить что-то там, ей люльку там что-то пойти. Кто-то заболел. Кто-то бывает нуждается. Только сбор сделали и тут же все отправили. Приехали к нам из библейского общества. У них делали сбор на перевод, на алтайский язык там этот. Мы сразу собрали деньги. И речь идет не о двух тысячах, больше ста тысяч. Бедно общего сразу собрали. Узнали, нуждаю у Сысоева там. Батюшка сразу собрали, поехали. Отца Петра там пожар был. Опять сбор. Батюшка в Белоруссии все. Это семья одна. Мы дети одного Бога. Нам зачем менять-то что? Когда у нас прекрасные уставы в церкви. Они даны нам для спасения, не для того, чтобы мы пожирали друг друга. Десятина. Вот у меня дети в лагере. Пошли малину убрать. Набрали малину. Помолились, поблагодарили. Теперь мы идем не той дорогой, а обратно через батюшку, чтобы батюшке отдать десятину малины. Батюшка вышел. У меня малину и своей полной. Батюшка, мы пришли за благословением. Благослови нас. Мы малину ему не отдали, а получили благословение. А в ребенке это заложено уже. Вот варенье мы наварили. Наваренье варим достаточно. Какой-то год мы сварили в лагере 300 литров. Это варенье клубничное, черемуховое, брусничное. Это костяника. И батюшка куда бы ни поехал, он с собой грузится, к батюшкам повез. Это его. Мы десятину ему отмерили, привезли. Только банки верни, матушка. Каждый год мы отделяем и везем. Он мне родной брат. Это не имеет значения. Страха Божия нет, любви в Богу нет. А нам вот кому десятину отдавать? А? Нам? Нам десятину кому отдавать? Священнику. Как он? Где исповедуйте? Что на джипе проезжает? Он сказал, что ты мне копейки дал. Десятину. Опять же, это ему сказано. Это не важно. Знаете, есть такая книга в Библии, Тавита называется. Как? Тавит. Тавит. И он говорит, когда все мои родственники отступили, я поклонялся Богу. И одну десятину я отдавал священству, вторую отдавал на священство храма там, и третью давал на нищих. Три десятину он отдавал. А первая глава, восьмой стих. Я тебе, документы никогда не опровергнешь. Ну, я просто рассказываю, что я услышал в 62-м году о десятине. И мне никто не говорил. Внутри меня огонь как будто загорелся. Господи, как бы угодить тебе за твою любовь, что ты умер за меня. Я решил, буду платить девять-десяти. Со старой убей, девяносто всегда буду отдавать на священство, на дело Божие. Пятьдесят лет прожил в этом наказе. Не ради похвалы, просто сказать, что выполнимо это. В прошлом году мы были у одного из сектантов, присвитированный. Ну, сектант. Я первого встретил. У него девять ребятишек, мало-мало-меньше, и платит пять десятин. О! Я встретил, наконец, человека, который понимает. Десятину Господь говорит, дай, я тебе небо открою, я на тебя рог изобилия пролью, ты будешь плавать в благодати моей. И притом эта десятина, одна, она нам не принадлежит изначально. Мы заработали девяностое, Господь положил десятку сверху, и говорит, иди своей рукой возьми, и отнеси, и подай. Ну, мы уходим из церкви. Ребенок маленький, жена дает ему, копейки там, две, три рубль, подойди такому дай, приучи, что он двигал рукой и подходил. Приехали, она наварила там рыбу и все, а тут бабушке беспризорной, пойди отнеси. Нас родители так приучали. У нас отец с фронта без руки был, и пастух был, но он всегда Богу давал обед. Если благополучно закончу пасти, то я пол барана отрезаю, беспризорной бабушке отдам. И мы всегда это разносили. Мы с детства впитали это. И мы своей рукой, и знали, в доме такая нужна, ну десять ребятишек, мало-мало-меньше, отец им молитв. А несмотря ни на что, я сказал слово, я обязан выполнить. Десятина это благословение. Бакова не имеет, тот не его. Ты можешь причащаться, быть священником, епископом. Дух Святой в тебе живет, действует или нет. Господь будет определять только по Духу Святому. Если кто не родится свыше, он даже не может увидеть, мытарство не может пройти. Вот меня по интернету спрашивают, дайте свое мнение, у меня много роликов, которые я отвечаю на вопросы в виде роликов, о канонизации Даниила Сысоева. А зачем его канонизировать? Он святой? Его не надо канонизировать. Они мне сообщили в тот же вечер, когда он был убит, сразу. Он святой. И я считаю, что за 2000 лет никто так мусульман не любил, как он. С такой открытостью, с самоотверженностью. Это мое мнение. Вот в прошлый раз помните о царе Николае спрашивали. Ему не нравится. Это твое дело. Мое сознание канонизировало царя Николая до его канонизации. Я ему кажу, каждый день молюсь. Вот и все. Но тебя никто не заставит. Скажи, а я считаю, он кровавый там. Ты за это отвечаешь, а я за это. Мне не стыдно с Николаем будет встретиться в небесах. Я любил его и говорил, что он царь в самой некудышной стране был. Абсолютно никакой. Но он мученик. Да Петр первый раз допустил такую беду, чтобы с вербой все расстреляли. Но он бы их вздернул бы тысяч пять. И все, говорит, на 200 лет революции не было бы. Но он христианин, как он, он этого не сделал. И этим он величественный. Это надо по полочкам разложить. Я однажды вопрос задавал, почему царь такой и дружил так близко с Распутиным прошли годы, я теперь по-другому. Почему такой человек с такими откровениями, как Распутин, дружил с таким человеком, как Николай, который не понимал ничего в этом деле. Он больной, на него покушение было на Распутина. И он телеграмму «Папа, не начинай войну, не делай мобилизацию, пропадешь ты, дом твой, все, погибнет государство». Он ему телеграмму давал. Ему откровение было, царь не понимал. Война объединит наши силы. Объединила? Войны-то не было, революции-то не было. Народ устал, в окопах, но дальше все легко. Войска, народ подружил. Так что Григорий Ефимович Распутин видел намного дальше, чем сегодня политики видят. И это надо видеть. Просто видеть. Молиться и Бог открывает. Вот сейчас занялись этой канонизацией. Вы еще не знаете, что было? Около 35 человек, которых канонизировали, патриархия, деканонизировала и списка святых вычеркнули. А в их честь уже храмы строились, иконы написаны, в честь их людей имена называли, и вдруг деканонизация. Это как? И народ еще не знает. В высших календарях просто там мы сравним, а их нету. Стали разбираться деканонизация. Ну, католики деканонизировали. Они из списка святых Николыча Дотворца убрали, там, Георгия Победоносца. Это их дело. Но тут-то совсем другое. Оказалось, за этими людьми такое счастливое, что они предавали других людей на растерзание. И церковь это, ну, не было полных данных-то. А зачем это было делать канонизацию-то? Мы столько натворили дел, нам голову нельзя поднять, только плакать день и ночь и молиться. Господи, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны. Наука Цветейникова проводила и сто групп, и оказывается, на триста крещеных только один полицерк. Ну что, 0,3%. На 0,3% вообще ничего нет. И который ходит, он ничего не знает. И это все опубликовали, называется «Из сьмы язычества». Это перепечатала церковная газета «Алтайская миссия». Она пять лет потратила на это показать, что люди считают священники носители там мрака. Церковь – это стяжательница. Вопрос за это. Кто так считает? 95% она количества, процентовку выводит. Новая – опять. А там у меня в книге записано. А какой выход? Учить надо народ. Люди вообще ничего не знают. Мне пишет одна адвентистка, 84 года. Адвентистка. У нее вторая группа инвалидности по глазам. И она где-то по интернету пишет письмо на бумаге. Письмо. И она пишет где-то 72 или 74 места. Весь Библии мне привела места. Я говорю, очень хотела знать Евангелие. Подошла к батюшке, отец Ануфрий. Я хочу Евангелие знать. Зачем тебе биография? Ты только ходишь. Хожу, батюшка. А причащаешься же ты? А он знает. Да, причащаюсь. Ну, что тебе еще надо-то? Проходит маленькое время, она опять им. Отец Ануфрий. Я читаю, Евангелие не понимаю. Ну, как бы знать. Я же сказал тебе, нет, еще сектантка какая-то или что-то. А то они с Библией носятся. Все, слово сказал. Случаться девушки красивые в дверь. Здравствуйте, здравствуйте. А вы не хотели бы Библию изучать? Да проходите, я сколько лет вас ждала, иговистка она теперь. Красивые, умные девушки. Батюшка, ответишь за это. Да только на иговистке. И у нас точно так же. Вот соседка. Иоанн Златоуз говорит, если одна овца погибнет по твоей небрежности, освященник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться. Всей жизни. За одну. А их миллионы гибнет. Это я говорю то, что я только соприкасаюсь. Как? Надо работать? У нас вот тоже живой пример. Вот Зина жила где, а у них соседка. Тоже пошла в церковь. Она немка сама по национальности. Пришла там, хотела, ее там бабки толкнули, к батюшке подошла, подошла, он ей ничего толкового не ответил, не сказал что-то, у нее какое-то горе было. А потом вот так, как-то случайно кто-то к ней тоже вот идет. Подошли, приятные, и она так, и сколько лет она у них... И она другим теперь рассказывает, что я была безбожница, она не говорит, что она была православная. Так она, нет, она умерла, и они ее хоронили, и мы правдополили. Бактисты, литеране. Бактисты. И там такие поминки шикарные закатили с постной, и тогда... И болела, когда они приходили. Болела они за ней, там приходили, ухаживали. Интересно, моя мама пригласили, ну, своих детей хватает. Маму мою, Мария Егоровна, пригласили, православная там свадьба была. Ну как, выпьем. Горько. Все. А потом пригласили бактистов. Она сходила, посмотрела, и пришла, и легла, и только они, Господи, Господи, да как у них хорошо. Считает Слово Божие, подарили Библию, поют, благословение, никакой выпивки. Она православная, но она не может не делать сравнения. Если мы любим Бога, в первую очередь, мы должны позаботиться о смиренномудрии перед Библией. Смиренномудрия это то, чего сатана больше всего боится. А сегодня смирение